Девушки отдыхают Добрый вечер, с вами Наромер ТВ Мы в Российском государственном торгово-экономическом университете Центр политической жизни страны, кажется, перемещается именно сюда, вот на улицу Смольную Днем здесь идут занятия, проходят семинары А вечером студенты, объявившие о круглосуточной забастовке, начинают активную политическую жизнь Причем на фоне этой политической жизни очень интересно попиариться кое-кому из довольно-таки известных, во всяком случае, популярных политиков Вот совсем недавно сюда, вот только что, приехал Сергей Удальцов, но решением студенческого комитета, его на территорию университета не пустили Не желая, видимо, провокации и излишней политизации тех процессов, которые здесь проходят Я не знаю, как, на взгляд тех, кто нас смотрит, правильное решение это или нет Но мне кажется, что студенты поступили верно У них впереди большая жизнь, они сегодня уже думают о том, что будет завтра, как им приходить в жизнь завтра У политиков сегодняшнего дня многое уже позади, многое вчера И что у них впереди, мало кто об этом знает Вы все знаете, что сегодня проходил ученый совет И на ученом совете единогласно было принято решение продолжить протест и поддержать наших студентов Которые уже на протяжении практически двух недель участвуют в акции протеста Ну вы знаете, чем была обусловлена эта акция Тем, что мы недовольны были результатами мониторинга, который проводился И по этому результату определялись эффективные и неэффективные вузы Мы уже высказывали свое недовольство в адрес Министерства образования и науки 7 ноября текущего года За подписью ректора было отправлено письмо на имя заместителя министра Где конкретно указывались те возражения коллектива университета И по каждому показателю этого мониторинга Ну я думаю вы в курсе, но наверное все-таки повторюсь Мониторинг проводился по пяти показателям Первый показатель это средневзвешенный балл ЕГЭ И критерий был определен в 63 балла То есть ниже этого критерия вуз считается по образовательной деятельности неэффективным Возникает вопрос, как можно по среднему баллу ЕГЭ Судить об эффективности образовательной деятельности в вузе С этим баллом приходят к нам студенты, первокурсники Они еще не получили у нас образование Как можно судить, что образование ведется на низком уровне То есть очень неудачно выбран и сам показатель И критерии по данному показателю Но если говорить о самой цифре 63 балла То возникает вопрос, откуда взяты эти цифры Почему 63 балла, не больше и не меньше То есть тоже ответы мы не получили Но тут мы подозреваем Для чего установлен этот критерий такой Чтобы вузы государственные не принимали абитурентов с баллами ниже 63 балла Получается, значит мы не должны брать всю категорию льготных абитурентов То есть инвалидов А в основном они приходят с низкими баллами Льготники других категорий Но тогда возникает вопрос Издайте распоряжение или приказ Инструктивное письмо По которому вузам не дано право принимать абитурентов с низкими баллами Этого министерство не делает Потому что знают, что будет волна протестов во всей стране И это, сами понимаете, студенты могут дойти до революции Вот этого они и боятся А вузы признать неэффективными по этому показателю и критерию Вполне возможно Ну, следующий показатель Это международная деятельность И они международную деятельность определяют По числу иностранцев Которые вуз выпустил, допустим, в прошлом году Мы все время говорим, что вуз не имеет общежития Очень много желающих иностранцев приезжать к нам Получать образование Иногородних, вы сами знаете Есть у нас, учится много иногородних студентов Просит общежития Мы всем говорим и при приеме предупреждаем Что мы общежитием обеспечить не можем Поскольку вуз не имеет своего общежития Только они вот судят по количеству иностранцев Выпущенных в 2011 году Поясняем, что это не характеризует Международную деятельность вуза Международная деятельность гораздо шире Это и обмен студентами и преподавателями Семестры за границей у нас Вы знаете, что учатся студенты Программа двойного диплома Функционирует в вузе Это они не считают за международную деятельность А вот количество иностранных студентов Выпущенных, это вот показатель И установили критерий 3% от выпуска должны быть иностранцы Естественно, у нас этот показатель ниже Именно по той причине, о которой я уже говорил ниже Следующий показатель Норматив Норматив площади на одного студента Они установили 13 квадратных метров на одного студента Я думаю, любой житель Москвы был бы счастлив, если бы он имел 13% на каждого члена семьи жилой площади А вот студентам положено 13 квадратных метров И опять-таки непонятно, откуда этот критерий Потому что существуют лицензионные нормативы Которые еще были утверждены в 2003 году Там норматив 10,5 квадратных метров на одного студента Мы эти нормативы выдерживаем Какие претензии по этому показателю? Тоже непонятно Ну и два показателя Характеризующие научную деятельность университета Вот мы с этими показателями согласны Действительно, они характеризуют научную деятельность Но они фальсифицированы Значительно ниже указали, чем фактически мы имеем Как раз в этой связи было написано письмо Климову, заместителю министра О том, что цифры сфальсифицированы У нас два раза выше того нижнего уровня Который, значит, установлен им Но никакой реакции не поступило Вот 7 ноября по сегодняшний день Ответа не поступило Теперь, что касается Ну, вы знаете, что 20-го числа Вышел приказ Минобранауки О реорганизации Рео имени Клеханова И РГТУ Официальный приказ мы не получали Мы только узнали по слухам И сейчас он имеется на сайте По Министерству образования и науки Но там очень много ошибок Первая ошибка сегодня уже говорилась На ученом совете Что приказ этот незаконный Потому что должно предшествовать Приказу распоряжения правительства И уже на основании распоряжения правительства Министерство вправе Издавать приказ о реорганизации вузов Этого, как вы понимаете, нет Поэтому выполнять Те положения, которые изложены в приказе Мы не собираемся И в этой связи Мы сегодня приняли решение Значит, участвовать в акции протеста Против вот этого беззакония Я хотел акцентировать Внимание наших студентов На те обещания, которые Сегодня выдвигают Значит, Министерство Образования и науки И руководство Российского экономического университета Имени Плеханова Они все обещают вам Что плата за обучение Договорникам сохранится Что вы не будете платить Выше той стоимости Которую вы здесь платите А вы знаете, что стоимость обучения В РГТУ значительно ниже Нежели в РЕУ Имени Плеханова И в других вузах Как Высшая школа экономики Как МГИМО и так далее Не буду все вузы перечислять Вы знаете не меньше, чем я Но я хочу Вас предупредить Что это лишь только обещание Судя по тому Как Вам уже обещали Что устроит Вам встречу Заместителя министра С министром До сих пор Вы с ними не встретились Так это или не так? Вот Поэтому это такое же будет обещание И мы очень подозреваем Что Перейдя в РЕУ имени Плеханова Я ничего плохого об этом вузе Не могу сказать Не собираюсь говорить Потому что я сам выпускник этого вуза Защищал там кандидатскую И докторскую диссертацию Поэтому ничего плохого Я вузе не буду говорить И поддерживаем мы тесные контакты С нашими коллегами И будем надеюсь продолжать И в дальнейшем Но хочу сказать одно Что поступив к ним Вы, наши студенты Возможно Один семестр Министерство Будет Осуществлять Доплату К Вашей оплате То есть дотацию какую-то выделить И то не уверен Что полностью Наверное Договорятся с руководством Университета Что частично университет Будет компенсировать Эти затраты И до первой сессии И будет очевидно Дано указание Более строго Оценивать Ваши знания Чтобы в дальнейшем Доказать Что вот Видите уровень подготовки У студентов РГТУ Настолько низок Что они не смогли Выдержать Сессию Первую же сессию Там 50-70% Мы вынуждены были Отчислить Вот это Я больше чем уверен Ожидает Студентов Наших студентов Поэтому Естественно Мы не хотим Подвергать Вас Такой Ну Таким испытанием Поэтому Вы Наверное Это сами Не меньше чем я Знаете И наверное Поэтому И Раньше чем Преподаватели Вы Организовали Акцию протеста Поэтому Еще что Хотел обратить На что Ваше внимание Вот Мы Вчера Изучали Значит Все Специальности Которые Реализуются В Рео Имени Плеханова И сравнивали По данным Которые Значит Висят На сайте Университета Что мы Обнаружили Что ряд Специальностей Которые У нас Реализуются И у них У них Они Не аккредитованы Вот по той Информации Которая На сайте Я лицензию И свидетельство Об аккредитации Не проверял Но они Вывышены На сайте И целый ряд Специальностей После вузовского Образования То бишь Аспирантуры Тоже у них Не аккредитованы Поэтому Может сложиться Такая ситуация Студенты Которые Обучаются По данным Специальностям И направлениям Переходя В Рео Имени Плеханова Потеряют Право На отсрочку От армии Вы сейчас Знаете Что Студентов Обучающихся На неаккредитованных Специальностей Забирают На службу В армии Поэтому И такая Ситуация Может сложиться В связи С тем Что не все Специальности И направления Аккредитованы Вот я В основном Об этом Хотел вам Сказать И конечно Выразить Благодарность Что вы Проявили Такую Настойчивость Патриоты Своего Родного Вуза И Отстаивайте Свои Права Когда приезжал Представитель Министерства Образования И науки С кем вы Встречались Ну Его практически Никто не знал Из руководства В лицо Он пришел Тихо Спокойно Сел в аудиторию Где проводилось Собрание Трудового коллектива Вот И потом В дальнейшем В коридоре Уже Мы узнали Что это Директор Значит По Работе С молодежью Школьниками И так далее Но Задавали Много вопросов Он ни на один вопрос Не мог ответить И когда Говорим А что же вы тогда Приехали Если ни на один вопрос Не можете ответить Я приехал Чтобы посмотреть Не ущемляются ли Права студентов Я говорю А вы Разве Не считаете Что вот Переказом этим Вы ущемляете Именно Права студентов Вы Лишаете их Права выбора Они выбрали Этот вуз И хотят В нем учиться И получить Диплом Этого вуза А вы Лишаете их Этого права Поэтому я говорю Я считаю Что вы Больше нарушаете Их права Ну вот Такой разговор Состоялся И он Уехал То ли домой То ли министерство Я не знаю Дело Вот такие Ожидают Вас Так сказать Теперь конечно Задача наша Отстоять Своё право На самостоятельное Существование Мы еще Сегодня Проанализировали Ряд Данных Которые Опять-таки На сайте Обнаружили Сегодня На ученом Совете Ректор Приводил Эти цифры Мы По большинству Показателей Превышаем Результаты Нежели Плехановский Университет И тут Возникает Вопрос Какой ВУЗ Неэффективный Наш Или Рео Имени Плеханов Я опять-таки Не хочу Ничего против Этого ВУЗа Говорить Но Это вы можете Сами посмотреть На сайте И сравнить Результаты И тогда Сделать Вывод Соответствующий Ну Я хочу В заключение Выразить вам Большую Благодарность За то Что вы Так активно Боретесь За право Самостоятельного Существования За свой Родной ВУЗ И действительно Многие из вас Уже не первый год Учатся И РГТУ Для вас Является Родным домом А для нас Тем более Которые проработали 20-30 И более лет В этом университете Поэтому мы Теперь С вами Вместе Будем бороться И добиваться Тех результатов Которые Мы Я думаю Все Что мы Обязаны Их иметь В этой борьбе Спасибо Дорогие друзья Я продолжу Собственно Первое Что хотелось Сказать Мы здесь Собрались Для того Чтобы Собственно Понять мнение Студентов Что вас Волнует Каждого Из вас У кого Есть Какие Вопросы Собственно Они сейчас Будут Зафиксированы И У кого Есть Можно Поднимать По Организации По еще Чему То есть Поднимайте Руку Говорите Они будут Фиксироваться И Уже Непосредственно Если будет Возможность Задаваться Министерству Меня зовут Фарид Я студент Третьего Курса У меня Такого Вопрос Не знаю Это Либо Уже Проговорилось Может Я не Слышал А что Будет С теми Специальностями Которых Нет В Реу Плеханова Что С нами Будет Там Нет Там Там Нет Переводов Мне Хотелось Узнать Что Будет С Нами Что Нам Дальше Делать Сейчас Не Ответы Потому Что Ответы Это Может Только Министерство Либо Еще Кто-то Сейчас Именно Вопросы Которые Волнуют Каждого Из Вас Меня зовут Анна Третий Курс РГБ У нас Специальность Неаккредитована Что Будет С неаккредитованной Специальностью Потому Что У нас В этом Году Только Первый Выпуск Будет Получила Мария Факультет Управления Мы В каком Останемся Здании В этом Или Мы Перейдем Меня Зав Талина Пятый Курс Факультет РГБ Ю Интересует Такой Вопрос Как Слияние Факультетов Будет Ли Оно Или Все Таки Останется Как Самостоятельный Факультет У Плеханов И у нас Слесарева Елена ФСТ Второй Курс Меня Интересует Что Будет С Бюджетниками Переведут Нас Не Переведут Отнимут Место Не Отнимут Вячеслав Пятый Курс Юридический Факультет Возникает Интересный Вопрос Что Будет Как Раз Таки Непосредственно С Факом Поскольку В РЭУ Нет Его Как Такового Он Находится Там В рамках Факультета Политологии И Права И Если Смотреть На Преподавательский Состав То Он Ощутимо Слабже Нежели На Нашем Юридическом Факультете То Их Факультет Представлено Четырьмя Кафедрами Одна из Которых Политологии Наш Юридический Факультет Представлен Восьмью И Количество Докторов Наук На Двух Наших Кафедрах В разы Больше Их Преподавательского Состава Одной Кафедры Допустим Государственного Права Ну Вернее Называется Несколько Иначе Но Смысл Передан Вот Что С Будет с нами Что Будет С Ребятами Которые Сейчас Изучают Английский Идя На Второй Диплом Будет Ли Продолжение Или Они Зря Потеряли Это Все Нихатой Анастасия Пятый Курс Факультет Управления Тоже Как Упустника Волнует Вопрос Останут Преподаватели С нами Которые На Кафедре Нас Курируют Дипломники И Прочее Потому Что Сдавать Кому-то Другому Не Знать На ГОСах На ВКР Вот Это Очень Важно Максим Четвертый Курс Во всех Новостях Речь Шла О том Что В 2011 Году Бабурин Сам Подписал Все Показатели Для Реформы Сейчас Он Их Все Опровергает Можно Увидеть Тот Документ Который Он Подписал На Этот Вопрос Сразу Можно Ответь Немедленно И Нужно С Секунду Ответ Он Состоит Если Вы Выйдите Ребята На Сайт РГТУ То Вы Увидите Письмо Нашего Ректора Президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу В котором Сказано Что Те данные Которые Были Даны Университетам Фальсифицированы Министерством И Занижены В 2 В 3 Раза И Там Дается Таблица Данные Которые Мы Давали И Данные Которые Дало Потом Министерство Сфальсифицировав Эти данные Да Значит То есть Сейчас Бабурина Обвиняют В том Что Он Сам Дал Данные Которые Показывают Что Наш Университет Чуть ли Не Худший В стране В то Время Как Реальные Данные Которые Дал Бабурина Это Все Подтверждается Документально И Не Опровергнуто За месяц После Того Как Мы об этом Заявили Никем В министерстве Реальные Данные Такие Что они Значительно Лучше Чем Например У Плехановского Университета По большинству Показателей Вот о чем Речь идет Я хочу Сказать Что Все Что Вы Видите И слышите По телевидению К сожалению По российскому Каналу Потому что Я думаю Что Вчерашняя Программа НТВ За исключением Выступления Ректора Высшей школы Экономики Я имею ввиду До этого Репортаж Который был передан Он более или менее Взвешенный Объективен Но Та передача Которая была передана По каналу РТР Вести Недели Она Абсолютно Лживо И клеветнически От начала До конца Это Заказуха Это Заказуха Которая Оскорбляет Все Поколения Людей Которые Работали В РГТУ Потому что Один из Старейших И заслуженнейших Авторитетнейших Вузов Нашей страны Назван Чуть ли не Каким-то там Рассадником Спекулянтов Воров Так сказать Основанным На Чуть ли не Некий Техникум Так сказать И так далее Причем Оскорблены В том числе И те поколения Преподавателей И студентов Которые уже Из жизни ушли Потому что Наш вуз Основан только В советское время В тридцатом Году А он до этого Существовал Еще неизвестно Сколько При царе Значит Все Что сказано В этом репортаже Это ложь И они А эта ложь Легко опровергается Так сказать Это вот Один момент Который я хотел сказать Второй момент Состоит в том Что возможно Ребята Чисто психологически У меня сложилось Я надеюсь Совершенно Неправильное мнение Что когда Вот вы сейчас Задавали все Эти вопросы То как бы Основой этих вопросов Было то Что решение Уже принято Мы уже Все равно Будем В Плехановском Университете И поэтому Мы для себя Выясняем Как там С поездками За границу Как там С тем А вопрос Состоит в том Что все Вы студенты Проголосовали Здесь За то Что мы Категорически Отвергаем Решение О ликвидации РГТУ И вы Здесь Я свидетель Единогласно За это Проголосовали Значит Трудовой Коллектив РГТУ То есть Профессорско-преподавательский Состав И сотрудники Единогласно Против этого Проголосовали И сегодня Состояло заседание Ученого совета На котором Ученый совет Единогласно Проголосовал Против Поэтому Мы не признаем В принципе Мы считаем Что тот приказ Например Министра Который Ликвидирует РГТУ И присоединяет Его механически К Плехановскому Университету Он Нелегитимен Он юридически Недействителен Потому что На это имеет право Только правительство Российской Федерации А не министр Ливанов И наконец Самое Последнее Конечно Мы все Будучи Лояльными Гражданами Которые Следуют Законам И Конституции Российской Федерации Мы естественно Хотим Исходить Из того Что Наши Министерства И ведомства Хотят Нам добра В частности Мы Вроде бы Исходим С вами Из того Совершенно Нормального Для любой Страны мира Положение Что Министерство Образования Должно Заботиться Об улучшении Качества Образования Проявлять Заботу О студентах О преподавателях Культивировать Увеличивать Количество УЗов А не уменьшать Их Организовывать Обмен опытом Работы Методически Совершенствовать Преподавательский Процесс И так далее Нам просто Не приходит В голову Что На самом деле Министерство Образования Занято Совершенно Другим Процессом Ликвидацией Образования Министерство Образования Занято Ликвидацией Образования И в частности Я просто Занимаюсь Политологией Историей И так далее Но Не будем Уходить В историю Давайте Вспомним Про Товарища Сердюкова Его зовут Товарищем Потому что Он министр Обороны У нас Военных Называют Дочек Портоварищем Вот был Министр Сердюков Чем Занимался Министр Сердюков Во главе Министерства Обороны Он Ликвидировал Оборону Он Ежедневно Занимался Подрывом И Национальной Безопасности Государства И Коррумпированием Так сказать Всего Происходящего В этой Системе Он Ликвидировал Большую Часть Учебных Заведений Министерства Обороны Включая Мирового Уровня Военные Академии Различных Родов Войск Направлений И так далее И тому подобное И когда Наконец Его Сняли С работы И сейчас Как вы знаете Под следствием Находится Там Огромное Количество Людей И будут Еще Дальше Находиться То Наконец Это Стало Очевидным И нам Всем По телевизору Об этом Показывают Значит Возникает Логический Вопрос Если Такое Стало Возможным В Министерстве Обороны А до этого Нам рассказали Что То же самое Было В Министерстве Регионального Развития И поэтому Ушел И был Уволен Министр Регионального Развития И под судом Находится Его заместитель За чудовищную Коррупцию При Проведение Проведение Саммита ОТС Во Владивостоке Если В этих Двух Министерствах Такое Может быть То почему Этого Не может Быть В Министерстве Образования То есть Это Чисто Психологический Вопрос Да Нам Очень Хочется Уважать Нашего Министра Наше Министерство Верить В то Что Все Что он Делает Это Самое Лучшее Но к сожалению Факты Которые Со всех сторон Нас окружают По другим В частности Министерствам Да и поэтому Показывают Противоположное Поэтому Моя точка зрения Состоит в том Что нам Надо бороться За наши Права За права Студентов За права Преподавателей И за права Нашего народа Получать Достойное Образование Достойное Великой страны Вот все Что я хотел сказать Вот Спасибо большое Олег Николаевич Четвертый курс РГБ Солошенко Лена Вопрос такой К тебе наверное Обращаться Как мы будем Сдавать Вообще Экзамены Будем ли мы Их пересдавать Те которые Сдавали в РГТУ И будут ли у нас Какие-то новые Экзамены Допустим Моей специальности Там и не пахнет Вот В Плехановке Вот И как это вообще Все будет происходить В какие сроки Ну потому что За месяц допустим Это нереально Ну как бы Нереально сдать Вот Вот Насколько Известно Да Сначала Должны были Мониторинг Пересмотреть На каком основании Сказали то Что мы пересматривать Не будем Зиновьева Анастасия Первый курс Юрфак Мне действительно Интересно Что собирается Делать министерство В сложившейся ситуации Потому что Буквально сегодня Стало известно Что нас поддерживает Правительство И Дума И больше Из Совета Федерации И сенаторы И как Просто они Пребывают в шоке От того Что сделало Министерство образования И что оно собирается Делать дальше В такой позиции У меня вот такой вот вопрос От нас поступило письмо Президенту Российской Федерации О пересмотре Мониторинга После чего Владимир Владимирович Написал Письмо В министерство образования Что пересмотрели Наш мониторинг А после этого Выпустился вот этот вот Приказ О нашем соединении У меня вот вопрос Они проигнорировали Приказ Или как-то Почта Задержалась Я могу На этот вопрос Ответить Наши почты Возможно Министр Ливанов Полностью Проигнорировал Указания президента Просто проигнорировал Что показывает нам Что творится В государстве В целом И мы должны Как граждане Этого государства Это четко Абсолютно Понимать Шамина Анастасия ФСТ Второй курс Хотелось бы узнать Будет ли какое-то Опровержение Дано в СМИ Относительно Тому репортажу Который был сделан На России 2 И будет ли какое-то Там Россия 1 Извините И будет ли какое-то Не знаю Там Судебное разбирательство На то По тому вопросу Когда нас На мой взгляд Оклевитали И очень Ну Сказали 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 неправду Это действительно важно Один Один Не вопрос А реплика Как раз Вот Фарид Фарид задает вопрос Реплика Когда мы станем Университет Когда все сидящие здесь Станут студентами Университета Плеханов Когда мы сдадимся Я сдаваться не собираюсь Значит Я хочу вам Одну вещь Уважаемые коллеги Здесь Я смотрю Сидит В основном Много Из младших курсов Вот И у вас Сейчас еще Розовые очки У некоторых Уж извините За такое выражение Два дня назад Заместитель министра Климов Заявил о том Что всех примут Всех студентов А нас 80 тысяч И всех Будут датировать На 130 тысяч В год Ну Доводить стоимость обучения До уровня Плехановского Так вот Я хочу вам сказать Дорогие Если это произойдет То Плехановскому университету Потребуется Если без расчета Инфляции На 4 года 20 миллиардов рублей У него этих денег Нет И ему этих денег Никто не даст Никогда Вы это можете себе Пометить В своих записных книжках Если же С учетом инфляции То это где-то 30 миллиардов рублей То есть Это просто Наглая Открытая Ложь И поэтому И поэтому Все начнется По схеме Как Климов сказал Мы будем доплачивать Студентам Которые хотят Учиться Вы поняли Да То есть Это Путь просто решено Объявят Что вы не хотите Учиться И вы Из студентов В РГТУ Превратитесь В свободных Как говорится В свободную молодежь Но Вышедших Из студенческой среды И поэтому Вы здесь Сидите Вы боретесь За свое Будущее За свое Чтобы вы получили Высшее образование Плехановке Вам Этого образования Никто давать Не собирается Спасибо У меня Может Такой Небольшой Ответ Вопрос Эльвина Когда мы Станем Плеханова Как известно Выпущен Приказ О нашем Присоединении Крео Имени Плеханова Но до тех пор Пока Министерство Юстиции Если я не ошибаюсь Не подпишет Этот приказ Мы остаемся Российским Государственным Торгово-экономическим Университетом А как известно На данный момент Все правительство На каникулах Спасибо Кроме того Я хочу повторить То что Видимо Георгий Актиш Сказал Что Сам этот приказ Нелегитимен По главному пункту Министерство Не имело права Его издавать Вообще Потому что Наш университет Создан решением Правительства И только Правительство Причем Получив Визы Четырех Министерств Помимо Министерства Образования Имеет право Его ликвидировать У меня такой вопрос Не к Министерству Образования Конкретно А скорее К руководству Нашего университета Все мы знаем То что Этот приказ Министерства Образования Не имеет Юридической силы Поэтому Вопрос такой Есть ли На данный момент Заявлены ли На данный момент Какие-то Исковые требования В судебной инстанции От нашего Руководства От руководства Нашего университета То есть Есть ли Какие-то действия В этом плане Значит Исковое заявление Одно подано Два дня тому назад Сегодня готовилось Очередное Исковое Заявление По поводу Этого приказа И завтра Оно будет Передано В суд Поэтому Мы все время Говорили Что никаких Решений Министерства И мы Не будем Выполнять Их Решения Пока Не пройдет Судебное Разбирательство И еще К моему выступлению Я хотел Добавить То что я Не сказал Значит Министр Ливанов Вы наверное Читали В твиттере Он говорит Что РГТУ Выделяет 50 тысяч На одного студента Как можно За 50 тысяч Готовить студента Если Московский Школьник Обходится Государству 120 тысяч Вот мы Проверили Посмотрели Значит На 1 января Этого года Министерство Выделяло 58 тысяч На одного Бюджетника К концу Года Вот сейчас Уже Эта сумма Достигла 67 тысяч Почему же Министерство Не выделяет Те же 120 тысяч На студента Одного Спрашивается Конечно Мы не укладываемся В эту сумму И дополнительные Дотации Идут Из внебюджетных Средств Я думаю Ни один студент Не может Сегодня Наш студент Пожалуется Что его В чем-то Ущемляют Правильно Или нет Или есть Недовольные В чем-то Мы когда Заседаем Вот Распределяем Стипендию Я все время Говорю Вы получаете Больше Стипендию Чем Наши Сотрудники Имеется ввиду Лаборанты Документоведы Некоторые О каком Ущемлении Может Ити Речь Мы не Против Того Чтобы Выделялось Больше Средств Возможно Какие-то Вузы И получают На одного Обучающихся Больше А почему Вузы Не в равном Положении Тогда И тем Не менее Наш Вуз Намного Эффективнее Большинства Вузов России Мы являемся Сертифицированными Экспертами Целый ряд Преподавателей Ведущих Нашего Университета И мы Проверяем Другие Вузы И мы Видим Как Работают Другие Вузы Вот Мне За Эти Две Недели Столько Поступило Звонков От коллег Из Других Вузов Они Георгий Яковлевич Если ваш Вуз Неэффективный Тогда Кто же Мы Являемся Или Другие Вузы Как Такой Вуз Могли Признать Неэффективным На что Один вопрос Мы Сами Удивляемся И поэтому Объявили Протест Против Такого Решения Георгий Яковлевич Как Проректор По Учебной Работе Он Хорошо Знает Что Единственным Законным Институтом Определения Соответствует Требованиям Государства Или Не соответствует Высшее Учебное Заведение Является Аккредитация Сертификация Мы Аккредитацию Сертификацию Успешно Прошли Мониторинг Является В этом Смысле Абсолютно Незаконным Так Не имеющим Никакой Юридической Силы Так Инструментом Это может Быть Только Инструмент Каких-то Опросов Но Никак Не принятие На основании Решений Подобных Тому О котором Вы Знаете Ребят Добрый Вечер Давайте Там Подведем Промежуточные Такие Итоги Да Как Вы Помните Я Не голосовал За Приостановление Забастовки И Смотрите Смотрите Как Получилось Два дня Пока Мы Держали Держали Стояли Входили Во вкус Ловили Вот этот Драйв Нас Все боялись Всех боялись Вас всех уважали Все ехали К вам Все слушали Все на вас Ссылались Стоило Только Продемонстрировать Такую Некую Благородность И сказать Мы вам верим Давайте Мы посмотрим Мы пока Разойдемся Так тут же Нас начали Топтать Все достигнут Договоренности Они были Перечеркнуты И Ливанов С товарищами Сделали Обратно Противоположное Тому О чем Было Вроде Как Договорено Мне Вообще Очень Сложно Судить Об адекватности Министр образования Потому что В пятницу Когда Вот Принимались Роковые Решения Для вуза Которые Мы будем Отменять Ливанов В твиттере У себя Описывал Какие Интересные Там Троли Гоблины Как ему Сначала Кино Нравилось Не нравилось Потом нравилось Потом снова Не нравилось Ну Я не знаю Какие Они вообще Меткомиссию Проходят Прежде чем Стать Министрами Там Замминистрами Мы имеем Дело С абсолютно Неадекватными Людьми И К сожалению Поэтому Мы наверное И действуем Не совсем Принятыми Способами И когда Вот Я присутствовал На заседании Преподавательского Состава Когда Звучали Речи О необходимости Петиции Писем Обращения Интеллигенции И так далее Они Понимают Только Нашу силу И только Нашу сплоченность Это Мы доказали На протяжении Двух дней И нам Предстоит Это доказать На этой неделе Сейчас Начинается Такой Ну знаете Вот Война Втягивается Такую Затяжную Фазу Она Необходимая Она Психологически Такая Непростая Потому что Одно Дело Пробежать Сто метров А другое Дело Рассчитывать На пять Километров Но это Надо Достойно Выдержать И достойно Это пройти Всем На зло Вы Смотрели Да Новости В выходные Итоговые выпуски Как они Обнаглели Да Как они Отвязались Пока Нас Здесь Нет Отдельные Отдельных Товарищей Ну Можно Назвать Только Подонками И вот То Что Скажем Делал Здесь Соболев Со Второго Канала Когда Он Уже Там На Исходе Вторых Суток Лазил По Камеры Ловил Там Будил Ребят И задавал Какие-то Вопросы Но Знаете Есть такая Форма Пыток Когда Людям Не дают Спать Потом Их Выдергивают Начинают Допрашивать Человек Теряется Абсолютно Он Не понимает В какой Он Реальности А это Еще Включенный Свет В глаза И вот Этими Методами К сожалению Пользуется Ряд Журналистов И когда Они Сегодня Представляют Федеральные Каналы Являются Их лицом То Это Конечно Недопустимо Но Такова Власть И Такова Реалии И мы Находимся В этих Реалиях И мы В них Боремся Поэтому Ребят Готовьтесь К провокациям Готовьтесь Они будут Если 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 Вы Понимаете Что Ну Нет Перед вами Не Профессионал А просто Какое-то Очередное Животное С камерой И С Микрофоном И вам Делают Все Чтобы Преподать Протест Честный Искренний Коллективный Как Некую Такую Чей-то Такой Заговор То Лучше Уходите Или сообщайте Там В студ Совет Просто Будем Принимать Какие-то Меры Или Лишать Их Аккредитации На территории Университета Ну Или Просить Как-то Наверное Не снимать И не работать В этих стенах Потому что Понятно Все устали Если Вы Видите Каких-то Посторонних Людей Вам Не знакомых Совершенно Там Кривых Косых Которые Дают Какие-то Комментарии На фоне Университета То же Самое Сообщайте Потому что Здесь могут Автобус Дебилов Привезти Которые Будут Ходить По университету От имени Студентов РГТУ Рассказывать Как здесь Плохо Или Как здесь Хорошо Поэтому То же самое Чтоб ничего Этого не было Будьте На чеку Все время И Не забывайте Что сегодня Каждый из вас Это лицо Университета Это Лицо Всех нас Поэтому Вот Даже Наверное Это лишнее Было С моей стороны Поскольку Эти двое Суток Показали Что Больше Дисциплины Больше Культуры Уважения К друг К другу К окружающим Я Честно говоря Я не видел Никогда И нигде Если мы берем Вот именно Большие коллективы Поэтому Сейчас Еще К нам По И подъеду Средства Масс Удар Достой Достой Поэтому, ну, ребята молодцы, все остальные, вот кто отвечал от имени студентов университета, кто говорил, зачем, почему и как мы пойдем дальше, все красиво, уверенно, грамотно, по делу, там, не заикаясь, не оступаясь, только вперед. И вот давайте, все-таки перед Новым годом, я думаю, это будет интересное такое время, еще раз пройдем этот путь, но уже до конца, не останавливаясь. Если уже какие-то предложения будут по регламенту, да, что делать, кого еще звать, как звать, как делать, какие-то акции, может быть, дополнительные, все это сейчас мы обсудим, но я бы хотел еще раз вернуть слово студсовету. Тут буквально вот есть комментарий, собственно, два ответа появилось уже вот сейчас от Плехановского университета. По поводу, для пятого курса, по, как сказал аэктор Плехановского университета, мы получим дипломы РГТУ, если нас присоединят. Отлично, все воодушевились. И второй ответ, это по факультетам, что если факультета нет, то, собственно, он появится, по идее, а если факультеты есть, то их будут как-то объединять. Как это уже там технические моменты. Вот, Иван Борисович, может, продуматься. Маленькая, да, маленькая такая, маленькая лаверды. А мы не рано обсуждаем, как пройдут наши похороны, а? Мы не рано обсуждаем, что мы будем есть, пить на наших поминках, что нам предложат, что нам нальют и позовут для нас туда вообще. Вот это не нравится мне, это настроение. Если вы уже здесь, вы здесь, то вы уже победите. Если здесь будет 400-500 человек, которые продержатся здесь несколько дней. Да, вот звучали предложения о том, что там кто-то готов уйти на голодовку. И мы уйдем на голодовку, если это понадобится. Будет сформирована группа. К нам, в принципе, будут подъезжать филиалы. Собственно, ребята едут, насколько я знаю, из Иваново, из Барянска, по-моему, из Тула и еще откуда-то. То есть, вот Воронеж, вот, собственно, подсказывают. То есть, их будет много, кто-то будет сегодня, кто-то будет завтра. И, собственно, пока у нас есть представитель иркутского филиала в лице его директора. Собственно, передаю ему слово. Спасибо. Дорогие друзья, рад вас всех приветствовать, уважаемых студентов, преподавателей, проректоров. Замечательно, что мы продолжаем оставаться и будем вместе. Я думаю, выражу, и вы слышали на последнем собрании эту, наверное, мою мысль, что все филиалы 26, которые входят в наш единый университетский комплекс, они все вас поддерживают. И когда вы впервые здесь заседали, вот, по Москве 8, у нас в Иркутске, например, час ночи, в Южно-Сахалинске 3-4, и мы видели онлайн-конференцию и были вместе с вами солидарны. И мы с вами, как люди разумные, не можем понять логику нашего министерства. Как так, 26 филиалов по результатам этого сомнительного мониторинга, тем не менее, эффективны, а головной вуз неэффективны. Вам, наверное, уже говорили об этом, но я хотел бы обратить ваше внимание на такой правовой аспект, что вам сейчас обещают, что присоединение к уважаемому университету имени Плеханова будет юридически корректным, безболезненным, и вам не придется доплачивать. Но если вы методом сравнительного анализа посмотрите нормативно-правовые акты, в том числе гражданский кодекс и другие законы, то там сказано, что предоставление однородного вида услуг, оно не может по цене быть разным, разниться. Поэтому сейчас обещаю, что цена будет такая, возможно, это обещание и соблюдут на один семестр, но потом оплата будет такая, как в университете имени Плеханова, сколько у них там, 200 и 300 тысяч. И разумеется, что студентам более младших курсов такую высокую ценовую планку будет очень сложно выдержать. Это первый момент. Второй момент. В официальной прессе указывается, что наши вузы во многом родственны, и до 80% учебных программ они в той или иной степени сочетаются, коррелируются. Но и опять же здесь таится большой подвох. Вам придется большое количество различных предметов сдавать, зачетов, экзаменов. Это вы тоже должны четко осознавать, что сейчас они ведут политику на раскол студентов и преподавателей. Но я полагаю и в этом уверен, что ничего у них не получится. Потому что все филиалы из автодиректора на ученом совете, на директорате здесь будут у вас в Москве. Приедут они солидарны. Все студенты очень переживают по всей стране. Я говорю, я, наверное, не скажу, что чего-то нового. Самый эффективный способ, на мой взгляд, это привлечь как можно больше единомышленников. То есть массовость это должно помочь. И еще такой момент, но он такой из разряда фантастики, конечно, больше. Но если у кого-то есть возможность, я просто видела в теме ВКонтакте, РГТУ, не дадим закрыть свой дом. Было такое предложение, как привлечь иностранные СМИ. Это на самом деле хорошая мысль, но трудно осуществляемая. Но если есть такая у кого-то возможность, допустим, есть какие-то связи, это могло бы помочь, на мой взгляд. Еще такая идея. А если обратиться к телеведущим, именно те, у кого свои телешоу, телепередачи, и там обсудить вот это все. И я думаю, что это должно помочь. Ребят, всем добрый вечер. Хочу сказать то, что я сам с Южно-Сахалинска. Сейчас ребята звонили, сказали, они тоже бастуют, и они поддерживают нас. Единственное, у меня просьба, да, я еще раз за разом буду к ней обращаться, к журналистам, которые находятся в этом зале. Мы просим от вас корректности. На месте, на нашем месте могут завтра оказаться ваши дети, ваши родственники и знакомые. Поэтому, пожалуйста, освещайте корректно новости, не занимайтесь провокациями и глупостями. За два дня, за двое суток вы могли убедиться, что перед вами абсолютно адекватные, волевые, духовитые, умные ребята. Поэтому давайте все-таки дружить. Я за конструктив. Давайте поддержим и попросим. Спасибо. Добрый вечер, ребята, я корреспондент в rapcore.ru. Я хотел бы ответить на вопрос от девушки, по-моему, меня зовут Мария. Дело в том, что другие вузы, инициативные группы МГУ, РУДН, пока нас не прикрыли в свое время, они участвовали в митингах специально отдельной колонной, колонной образования. Я не уверен, насколько дальше конструктивно продолжать вот эти большие митинги, но как раз через колонну образования шла самоорганизация в других вузах. В частности, РГГУшная инициативная группа, она формировалась в основном за счет этого. Так что вопрос очень важный. Только мне кажется, что митинги себя вот именно исчерпали, но именно через колонну образования, группа, которая до сих пор действует в контакте, можно связываться с другими вузами. Мы не должны сейчас рассматривать какие-то альтернативные варианты, или что будет, если вдруг мы проиграем. Мы победим. Назад дороги нет. Мы зашли в эту воду, и надо достойно пройти этот путь, и выйти только с победой. Если мы будем оглядываться, если мы будем сомневаться, или подыскивать какие-то запасные аэродромы и варианты, то мы проиграем. А мы не можем проиграть. В любом случае, сегодня за эти дни формируется, наверное, такое организационное ядро. Чего-то очень большого и чего-то очень нового. Ребята работают на прессе, на организации. Создается информационная база, создается политические связи. Потом, как трансформировать вот эту команду, мы уже подумаем все вместе. Но пока давайте работать дальше. А я бы хотел дать слово вот нашему гостю, который уже становится, наверное, или уже стал уже добрым другом нашего университета. Владимиру Симагам. Спасибо. Добрый вечер. Добрый вечер. Действительно, у меня встреча была... Леш, сколько лет назад первый раз мы приезжали? Полтора года назад я приезжал с лекцией. Мы сидели здесь в большой компании, и вся эта большая компания пыталась рассказать вам о том, как нужно мыслить, как жить дальше. Я думаю, что на сегодняшний момент аудитория очень серьезно изменилась. Вы уже взрослые люди, которые приняли самостоятельные решения. И, судя по вашим лицам, это достаточно осмысленные самостоятельные решения. Но я бы хотел сказать немножко о другом. Вот мне представляется, что на сегодняшний момент есть некая неопределенность ситуации. С одной стороны, есть вузы, которые выразили ярко свою позицию, такую, как ваша. И вы говорите, мы не хотим мириться с тем, что происходит с нами, со студентами, с людьми, которые являются будущим страны. У вас так всегда. Одни сидят, другие разговаривают, и третий слушают. Ну, может быть, это и правильно. В конце концов, это даже лучше. Я хотел сказать о другом. Есть вузы, которые как бы не пострадали. Правильно? Есть вузы, у которых говорят, да у нас все хорошо. Зачем мы пойдем к этим, которые сидят там в зале и пытаются свою собственную судьбу решить? Они заблуждаются, потому что вы решаете сегодня в том числе и их судьбу. Так вот, наверное, об этом сегодня должна идти речь. Что вы решаете сегодня фактически национальную задачу. Есть процесс. Этот процесс начался, и понятно совершенно, что его останавливать уже нельзя, вы не имеете права. Но важен процесс объединения. И вот чем больше вузов сегодня осознает и почувствует, что не вы здесь сидите, жалкие люди, которым вот что-то произошло в этой жизни, а вы те, которые сказали, вы не имеете права больше сидеть. Это ваша позиция в МГУ там и во всех остальных структурах, которые сегодня хорошо себя чувствуют. Ваша позиция жалкая и ничтожная, потому что вы не понимаете, что такое студенческое сообщество. А ведь именно, подчеркиваю еще раз, может быть не всем в этом зале, но кому-то придется управлять страной. И если сегодня у нас есть с вами министр образования, я воздерживаюсь от реплик по отношению тех людей, которых я не вижу глаза в глаза, но сложный министр образования. А вдруг кто-то в этой среде будет будущим министром, и тогда вам уже придется решать судьбы того, что происходит с нашей страной. И вот, на мой взгляд, вот это очень самая важная позиция объединить вокруг себя большинство вузов в нашей стране, причем не только в Москве. Второе, о чем я хотел бы вам сказать. Существуют средства массовой информации. В большинстве своем, я не знаю, существует ли здесь и присутствует ли здесь средство массовой информации, но в большинстве своем они получают задания от своих редакторов. И в качестве примера я могу вам привести вот такое обстоятельство. Вы знаете, что Дума приняла новый закон, и этот закон в Кремле для того, чтобы поднять, так сказать, статус этого закона, назвали законом имени мертвого мальчика. Мальчик, который умер в Соединенных Штатах Америки, его убили, так сказать, родители. Цинично достаточно, хотя, наверное, на мой взгляд, надо было бы сделать совершенно по-другому. Но в Кремле сказали, редакторы сказали, есть, и дальше уже информация пошла именно такая. Вот у нас честные и порядочные депутаты, которые решили вот этот закон принять. Он к вам никакого отношения не имеет, вы, слава богу, может быть, не сироты, и студенческое сообщество – это не детский дом. Но вы должны понимать, что средства массовой информации подневольны в нашей стране. Поэтому вот тезис, который прозвучал буквально несколько минут назад о том, что интернет-сообщество может действительно очень серьезно помочь вам, это на самом деле так. У вас есть возможность вот выкладывать все то, что происходит в этом зале, все то, что происходит вокруг, все, кто приезжает сюда, можно пользоваться этим как серьезным ресурсом. И тогда для вас это в определенной степени будет очень большим позитивным плюсом. И третье, что я хотел бы вам сказать, заканчивая свое короткое выступление, потому что я понимаю так, что вы уже устали просто предельно от всего того, что происходит, это, безусловно, должно быть какая-то политическая акция. Потому что вот просто сидеть и ждать, пока вашу судьбу решат, это не совсем правильно. Наверное, все-таки нужно делать таким образом, чтобы на вас обратили внимание вот эти все взрослые люди, которые якобы делают вид во всей стране, все эти политические партии, организации. Почему до сих пор не поднят вопрос в парламенте о том, что нельзя решать судьбу многих сотен людей вот так просто росписью пера? Почему никто из тех политических партий, которые называют себя какими-то партиями, не идут навстречу к вам и не говорят, слушайте, ну действительно, давайте разберемся, нельзя же так со студенчеством происходить? Я на прошлой встрече с вами говорил, что в 67-м году была в Европе революция. Сделали ее студенты. Началась она во Франции, это называлось студенческой революцией. Люди, наверное, хотят добиться того же самого. Хотят, чтобы у вас терпение лопнуло, и дальше уже нужно было только выходить на улицу и решать вопросы уже чуть ли не силовым методом. Вот, наверное, продолжая вашу акцию, нужно обратить внимание именно на это, что нужно либо поставить ультиматум, уважаемые политические партии, либо вы обращаете на нас внимание, либо мы говорим, что студенчество Российской Федерации, я подчеркиваю, не ваш вуз, а студенчество Российской Федерации отворачивается от этих политических партий, не считая их вообще за политические партии. Насколько это подействует, не знаю, потому что для вас, для самих, слово политической партии, ну это же какой-то такой пустой звук, и за этим ничего не стоит. На самом деле это так, в России на самом деле за политическими партиями ничего не стоит. Но как материал, как вот средство для работы, как средство для борьбы за то, чтобы ваша идея и то, что вы отстаиваете, выстрасовало, конечно, нужно пользоваться всеми методами. Вот, собственно, все, что я хотел вам сказать. Большое вам спасибо. У кого, друзья, у кого есть? Да? Да. Владимир, а можно вопрос к вам? Да, пожалуйста, я конечно. Да, вот скажите, пожалуйста, президент Российской Федерации поручил министру образования разобраться в ситуации и не принимать никаких мер до окончательного разрешения вопроса. Второе. В Госдуме Российской Федерации комитет по образованию также обратился к министру образования и попросил не предпринимать никаких действий до урегулирования вопроса и снятия социальной напряженности. И тем не менее? Тем не менее, меня интересует, а действительно ли министр образования Российской Федерации устраивает анархию, фактически без власти в стране? Он принимает решения вопреки Государственной Думе Российской Федерации и вопреки уже президенту? Ну, на вопрос это очень несложно ответить. Дело в том, что сама структура власти, как вот многие знают, ведь вы же, наверное, учите какие-то политические науки у себя здесь. Кого назначил или кто назначил министра образования? У нас победившая партия, если не ошибаюсь, Единой России. Разве этот министр пришел в результате того, что победила партия Единая Россия? Значит, политически за ним никто не стоит. Нашли человека, ну, как бы им показалось, вменяемого и не совсем похожего на предыдущего, и сказали, вот он будет у вас министром. И все. И на этом политическая ответственность его заканчивается. А значит, и ответственность перед страной тоже фактически не существует у него. Министр, который не подчиняется якобы решению президента, я в это не очень верю. Скорее всего, происходит следующее. На словах стране, и вам в том числе говорят, президент Путин сказал разобраться, чтобы вы понимали, что президент Путин, это, ну, второй человек после Господа Бога, он разберется обязательно. На самом деле, это игра. Это такая чудовищная по своему цинизму игра, чтобы вы не очень волновались, потому что кому нужно... Я еще раз говорю, вот мое поколение, поколение Путина, все остальные, они очень хорошо помнят вот эту революцию 68-го года, когда Европа просто буквой Г стояла, только лишь потому, что студенты сказали, хватит, нам больше это не нравится. И вот этого бояться... А кого еще можно бояться сегодня в России? Ну, кроме студентов. Вот кто может... Что у нас, какой-то рабочий класс есть. Конечно, эти люди задавлены сегодняшней экономической ситуацией, они просто даже не предполагают, что за ними может быть какая-то сила, хотя это огромное количество людей. А вот студенты, это люди, которые родились сегодня, ну, 20 лет назад, 22 года назад, это люди, которые не боятся. Это не мое поколение, которое держали вот за кадык в течение длительного времени, и никто слова сказать не мог. Поэтому я думаю, возвращаясь к вашему вопросу, на мой взгляд, это игра, и с президентом это согласовано, что он должен держать, как бы, позицию, что в какой-то момент можно было принять решение. Либо мы накажем министра, который не подчинился, либо найдем какой-то компромисс, и министр останется, а мы решим именно так, как это сделал министр. Я думаю, что это попытка обмануть вас, обмануть всех тех людей, которые рассчитывают на какой-то результат, интересный и удобный вам. Но я еще раз подчеркиваю, это не ваш интерес, это интерес всей страны. Вот когда большинство из вас осознает это и поймет, что нужно объединить студенческие силы для того, чтобы изменить Россию, тогда, значит, вы выиграли. Если вы остановитесь только на позиции «защитим наш ВУЗ» и на этом все закончится, я думаю, что это перспектива никуда. Спасибо. Спасибо большое. Может быть, еще есть вопросы какие-то? Здравствуйте. Вы говорите, обратитесь к партиям. Смотрите, если мы обратимся к партиям, по сути, всем партиям на нас все равно. Но нам нужно принимать какие-то более глобальные меры. Я не знаю, как начинать какую-то своеобразную войну. Потому что члены партии, они все за то, что, грубо говоря, чтобы их задница была в тепле. Да, грубо говоря. Я понял, да. Им все равно, там, на сотни, две сотни, там, тысячи нас. Им вообще абсолютно не важно, как бы, там, помрем мы здесь с голодухи. Ну, с той же самой голодухи. Просто какие меры тогда принимать к ним? Ну, вот смотрите, я не случайно обратил ваше внимание. Ведь обращение к партиям, это совершенно не означает, что вы здесь наивные дети из подготовительного класса, которые думают, дедушка Зюганов вместе там вот со всеми остальными, четыре партии у нас в парламенте, они нам помогут. Да никто вам ничего не поможет. Но ваше обращение к партиям лишний раз подчеркнет, что эти партии ничтожные и никчемные инструменты в обществе. И тогда опять возникает фактор, а если не эти партии, то кто? И опять возникает фактор, что студенчество сегодня, сам объединившись и начав регулировать внутри себя процессы, может возглавить этот процесс вопреки участию партии. Вот обращением к человеку, знаете, когда приходишь, у вас плохо с деньгами. И вы говорите, слушай, Коль, ну дай мне там вот 500 рублей. А Коль говорит, слушай, нет денег, вот нет. Вы понимаете, что он ничтожество, что у него есть деньги, он никогда вам просто игнает, потому что он жмот. Вот для того, чтобы понять, что эти партии обыкновенное фуфло, нужно и обратиться к ним и сказать, мы, российские студенты, говорим вам, может быть, вы как-то вбейте в эту ситуацию. И тогда вы поймете вот это Жириновская, Зюганова, Миронова, и я там не знаю, кто еще, вот этот четверка. Просто абсолютно непри... Вот знаете, когда-то в детстве я играл на бегах, и там, когда спрашивали, какая лошадь куда придет, умные люди говорили, эта лошадь ни при чем. Вот такой термин был. Вот эти четыре лошади, это ни при чем. И надо партиям уже давно-давно сказать, что, ребята, мы несостоятельны для того, чтобы решить политические ситуации. И эти лидеры несостоятельны, и вам они не помощники. Потому что, если бы они были, то они, наверное, бы как-то проявили себя. Не вот этот человек, который там по утрам говорит что-то на радио Финам ФМ и рассказывает людям, как жить дальше. А вот эти люди, ответственные за политическую ситуацию в стране, здесь должны были быть. Потому что, еще раз говорю, 68-й год, это было очень серьезное испытание для Европы. Она вышла с честью из него. И она изменилась благодаря тому, что 68-й год был. Во Франции социализм, в Норвегии социализм, в Швеции социализм. Есть то самое социальное равноправие, которого добивались долгие годы здесь в стране. Что имеем мы здесь? ВУЗ, который является не последним ВУЗом в стране, терпит лишение от принятия, ну будем говорить, единоличного практически решения. А власть совершенно спокойно садит. Ну, черт с ним, с президентом. Он, понятно, у него много, у него воруют. Вот полстраны разворовали сейчас, у него в Министерство обороны надо сажать министра или нет. Но задачи другие. Но вы-то, политические партии, сидите там, 450 человек, на нашей шее, получаете зарплату из наших денег, едите на наши деньги и не пришли сюда, и ни своего мнения не выразили. Понятно, что они клоуны, но мы-то должны с вами это подчеркнуть. Обратившись к ним, еще раз дать ответственное заявление, что эта партия никчемная. Вот это политический шаг, к которому я вас призываю. А совсем отнюдь не потому, что, я знаю, вы придете к Жириновскому, и он вам поможет. Но никто вам не поможет абсолютно. Спасибо. Есть еще вопросы? Да, еще один вопрос, извините. То есть, вот вы сказали приблизительно следующее, что, ну, среди нас и нет, наверное, тех людей, которые думают, что царь добрый, просто он не знает. Но вы тут же сказали, что у президента есть некоторые другие задачи разобраться с тем, как министр обороны разворовывал министерство. Ну, к примеру, да. То есть, вы уверены, что министр до, вернее, президент не знал, что Сердюков разворовывает министерство, и что это было не под его контролем? Ну, я бы вот не стал так говорить, потому что вы прекрасно понимаете, что ни у кого из вас, в том числе и у меня, нет твердой уверенности в том, что знал он или не знал. Вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что сегодня создалась ситуация, и вы ее на себе в первую очередь ощущаете, ситуация общей социальной несправедливости. Ситуация, при которой можно красть, совершенно спокойно, никто за это не отвечает. Можно растоптать доброе имя университета, никто про это не будет знать. Можно подчинить себе средства массовой информации таким образом, что то, что было красным, станет буквально через несколько секунд белым. И вот это вот общее состояние. Я отнюдь не наивный человек, и не думаю, что президент не знал того, что происходило в Министерстве обороны, ну, может быть, не в таких масштабах, а, может быть, ему цифры не докладывали. Но вся система контроля за государством и разворовывания бюджетных денег, естественно, без, будем говорить так, понимания этой задачи президентом, наверное, не состоялось бы. Ну, иначе мы... 12 лет человек вот здесь рулит всеми процессами, и как можно думать, что он чего-то не знает. Спасибо. Что еще? Есть еще у кого-то вопросы? Просто вам скучно сидеть. А тут пришел дедушка от революции и говорит, что давайте немножко поговорим с вами. На самом деле, действительно так. Я почему очень это живо переживаю? Потому что в 67-м году мне было столько, сколько вам. Мы сидели у своих этих радиоприемников и телевизоров, видели, что происходило в Европе, понимали, что мы в Советском Союзе ни черта сделать не можем. И 68-й год, потом вторжение советских войск в Чехословакию произошло, когда стали душить нацию за то, что она попыталась поднять голову. Все это было у нас. И поэтому я искренне завидую вам, потому что у вас есть возможность сегодня, ну, подчеркиваю еще раз, не боясь, потому что вы себе не представляете, что такое страх поколения, когда люди практически в основе своего отношения к жизни поставили вот эту вот позицию, а вдруг что-то будет. Вот если у вас есть это сознание или осознание того, что вы можете и совершить поступок, и должны его сделать, надо его совершать. И самое главное то, что я сказал опять без какой-либо лести, что за вами будущее. Но другого будущего у страны нет, других молодых людей у вас у нас нет. У нас нет другого студенчества. И так или иначе, в зависимости от того, как вы поведете себя сегодня, будущее страны будет зависеть в определенной степени. Это сегодня так не осознается. Ну, вы молодые все, веселые там песни, танцы, буги-вуги, все что угодно. А на самом-то деле, все ляжет на ваши плечи. И какими бы вы сегодня беспечными и, ну, будем говорить так, благодушными не были, все равно решать все вам. Вашему поколению. Потому что, к сожалению, здесь надо признать экономически, наверное, ситуация в стране не будет улучшаться. И вы понимаете, что истощение природных ресурсов, изменение ситуации с энергетикой, все это опять-таки ляжет на плечи вашего поколения, когда вам будет, ну, чуть меньше, чем мне. Но достаточно для того, чтобы понимать, что если не вы, то кто. Так вот осознайте это раньше. Ну, возьмите, сделайте это в 21, 22, 22. А видите, что от вас очень многое зависит. Меня можно воодушевить. И я бы с удовольствием пошел бы вот именно за молодыми людьми, потому что я понимаю, что моя ответственность человека, который не сделал того, что мог бы сделать, она сегодня и приводит вот к ощущению того, что происходит с вами. Вот это очень большое, ну, как вам сказать, сложное понимание того, что ты прожил жизнь не совсем так, как нужно. И сегодняшняя ситуация вот с вашим вузом, она как раз лишний раз и говорит, что ты пробыл в политике 20 с лишним лет, а такая ситуация, которая произошла сейчас с вашим вузом, она возможна. Значит, это твоя вина в очень большой степени. Поэтому, если будете призывать, я так скромно могу. Я был на всех вот этих митингах, исшествиях, начиная с первого митинга, который был в декабре прошлого года, на чистых прудах. Многие уже не помнят, думают, что это болотная была сначала. Нет, сначала были чистые пруды, куда пришли абсолютно спонтанно большое количество людей. И большинство было молодежи. И я стоял там, и я ощущал, единственное, что я себе позволил, это как бы не допустить каких-то эксцессов, потому что, ну, уважительное отношение к пожилому человеку все-таки было и со стороны ОМОНа тоже, и мне удалось там предотвратить кое-что. Но в данном случае, я считаю, что не предотвращать нужно сейчас, а нужно стараться просто объединиться. Но шаги должны быть осмысленные, понимаете? Вот не просто сидеть, а нужно именно ставить перед собой важные политические задачи, которые, если не решаться, ну, по крайней мере, кто-нибудь из-за смотрел старый-старый фильм, назывался он «Полет над гнездом кукушки». Ну, поскольку большинство не смотрело, я себе позволю просто сказать, там речь шла о человеке, о бунтаре, о человеке, который не мог смириться с тем, что происходит в его жизни. И однажды он поступил совершенно безрассудно, решал, попытался поднять очень такую тяжелую громоздкую конструкцию. И когда его спросили, а зачем ты это делал? Ты же понимал, что ты не можешь поднять. Он говорит, ну, я хотя бы попробовал это сделать. Вот вам сегодня нужно просто попытаться действительно сдвинуть ситуацию с мертвой точки и попробовать что-то сделать. Все, да? Спасибо еще. А, нет, вот есть девушка еще. А, еще вопрос. А вот многие говорят, что нам нужны действия с политикой или еще что-то. Надо массово собираться, массово куда-то идти. А почему никто не обратил внимание на то, что РГТУ – это последний вуз, который готовит специалистов в области торговли, то есть профильный, направленный? Эта область приносит огромное количество налогов в казну с нее идет. Вот вы сейчас, например, можно предложить такое предложение? И было проведите, допустим, анонимный социологический опрос в большинстве торговых организаций. Кто там работает? Пускай они напишут свое первое высшее образование. Там работают педагоги, медики, математики, летчики, то есть военные. Все идут туда. Значит, соответственно, вузы, которые их выпускали, они не дали им места, ну, то есть, места для их будущей реализации. Почему? То есть, грубо говоря, происходит такая ситуация, что людям, которые шли целенаправленно учиться сюда, потому что хотят работать в этой области, закрывают дорогу. Почему нам не дают учиться вот на то, что мы хотим? Я хочу, например, выпуститься из торгово-экономического университета, работать в торговле. А получается, что мое место занимают люди из других специальностей. И то, что это последний вуз такого профиля, не обращает внимания никто. Спасибо. Но здесь, наверное, будет, знаете, о чем идти речь? В качестве контраргумента, что будут говорить вам. Ну, мы же вас не закрываем, мы вас сливаем. Хотя, посмотрите себе, вот жаргонное выражение, говорит, его слили. Это уже говорит о многом. То есть, отношение явно совершенно очевидно не то, что нужно. Второе. Я бы задал вопрос еще вот самой отрасли. А что торговые, так сказать, работники, они не понимают, что происходит с вами? Что они как бы не заинтересованы в притоке молодых специалистов в сети ритейлеровские? Про это я и говорю. Значит, это тоже политическая позиция, когда люди бы в бизнесе могли бы прийти и сказать, в конце концов, вы что делаете? Вы же подрываете нам устои бизнеса. У нас не хватает специалистов, к нам идут люди со стороны, которые никакого отношения к торговле не имели. И мы тем самым одновременно с этим закрываем позицию для людей, которые получают образование в этой области, и которые могли бы принести максимум пользы как специалисты. И, наверное, надо, оценивая ВУЗ, говорить о каких-то других критериях, конечно, безусловно, а не только о том, что вот как-то так голословно было высказано в ваш адрес. Хотя, на мой взгляд, торговля – это сфера, где больших, серьезных научных достижений не сделаешь, а люди говорят, ну как же ВУЗ, а нет научно-технических работ, нет каких-то ленинских премий, нет, так сказать, Нобелевцев, у вас нет ни одного Нобелевского лауреата из области торговли. Но это же чушь, есть понимание прикладного, так сказать, ВУЗа, который готовит высокого класса узких специалистов, понимающих и в маркетинге, или маркетинге, я не знаю, как называется, и во всем, как кто говорит там, у кого в Тамбове говорят маркетинг там. Поэтому здесь я с вами абсолютно согласен, но это опять не государственная позиция. Вот почему я говорю, что нами руководят большинство своими люди по объявлениям, не люди, которые пришли со своей программой во время выборов и сказали, вот у нас есть программа, как нам улучшить торговлю, в том числе. Эта партия победила, и она поставила своего министра образования, чтобы он учитывал в том числе и интересы торговли. Этого же нет. У нас сидим, мы все смотрим, иногда бюллетени опускаем, а потом все заканчивается тем, что приходят случайные люди. Вот, собственно, и все. Уважаемые студенты, я хочу поддержать выступление девушки, которая правильно затронула проблемы в отрасли торговли. Профсоюз очень озабочен, Центральный комитет Профсоюза работников госторговли и потребкооперации написал письмо в адрес президента Российской Федерации, изложил всю ситуацию и их беспокойство о том, что творится с единственным вузом, который готовит кадры для торговли. Такие же письма поступили из региональных Центральных комитетов профсоюза в адрес президента. И сегодня на ученом совете приезжал председатель ЦК профсоюза Бабков, который предложил, что к нему обращаются уже торговые сети с таким вопросом, что он организует письма и акты протеста со стороны крупных торговых организаций. Потому что сегодня эта проблема очень остро стоит в торговле. Нехватка кадров. Вы правильно отметили, мы все время говорим, что единственная отрасль, где позволяют себе работать педагоги, инженера, медики, а сегодня, к сожалению, еще большая армия граждан из Средней Азии. Какая может быть культура обслуживания в торговле, если не будут в торговле работать квалифицированные кадры с высшим профессиональным образованием. Мы уже многие годы говорим о том, что нужно реанимировать старую систему повышения квалификации и переподготовки кадров. Ведь раньше каждые пять лет работник высшего эшелона, работников торговли проходил переподготовку, повышение квалификации, а средний персонал каждые три года. Сегодня этого нет. Это ведет к тому, что сегодня мы травимся некачественной продукцией. Это очень выгодно нашим зарубежным товарищам, посылая к нам в Россию некачественную продукцию, травит наш народ. Поэтому мы должны отстоять нашу позицию, довести наши требования до президента, до премьер-министра и добиться того, что мы затеяли, чтобы получить положительный результат. Я думаю, что мы добьемся этого. А можно встречный вопрос тоже по поводу того, что вы сказали? А нельзя ли это привязать к тому, что не так давно Российская Федерация вступила в ВТО? И нам говорят, ой, давайте развивать, давайте возобновлять сферу торговли. А в итоге нас убивают. И может быть как-то, я не знаю, можно на это или повлиять, или кого-то пригласить. Потому что к нам приходят, к нам приходят здорово, политики, много высказываются о политике. Но давайте не привязывать борьбу за наш ВУЗ к политике. Мы боремся за образование и за наше будущее. Как бы только вот. Ну, я думаю, вот вы правильно затронули проблему ВТО. ВТО сегодня для России это не лучший вариант, что нам предложили. Как раз вступая в ВТО, нас обязывают принимать ту продукцию, которую будут поставлять на наш рынок. Это будет некачественная продукция, и мы обязаны по правилам ВТО ее принимать и реализовывать нашему населению. Я хотел только добавить, сейчас я так, хотел только добавить, что вы занимаетесь политикой. Вот вы, сидя здесь, сейчас, занимаетесь настоящей политикой, а то, что говорят вот Жириновский и все остальные, это не политика, это кино. Пожалуйста, ваш вопрос. А вот вы говорите, да, такой-то профсоюз направил письмо президенту, там, какие-то компании направляют письма президенту, насколько это эффективно, потому что, например, мы письма, да, отправляем, как бы, они игнорируются. Вот. Сергей Николаевич Бабурин писал письмо на имя президента, на имя Климова сначала, замминистра Министерства образования и науки, Ливанову писал письмо и видит, что никакой реакции нет, он написал письмо президенту. Вот копия этого письма у меня имеется, президент написал резолюцию на это письмо, голодец, прошу разобраться. Вот они организовали комиссию проверку, но господин министр Ливанов, не дожидаясь результата в этой проверке, издает вот этот приказ, который мы считаем недействительным и нужно нам добиться отмены этого приказа. И мы этого добьемся. Да, небольшое тоже дополнение по поводу политики. Ребят, ну, во-первых, не надо искать теорию заговора, да, в ликвидации, в попытке ликвидации РГТУ. Ну, я считаю, что, я считаю, что человек, который на полном серьезе в своем твиттере обсуждают троллей и гоблинов, да, он не способен на какие-то заговоры и на какие теории. Я сейчас говорю о Ливанове, министерстве образования. А по поводу политики, сейчас сложно сказать, что мы, вот политика отдельно, мы отдельно. Вот то, что занимаетесь вы, вы делаете сегодня эту политику. настоящую высокопробную политику. И вот самое, да, и вот почему здесь, да, Владимир Семага, остальные, кто приезжали поддержать, потому что вот здесь чистота. Все, что вы делаете, абсолютно искренне. И такой политики сейчас в стране найти очень сложно. И, к сожалению, вот, я считаю, это такая очередная подлость министра образования, он привязал к вам политику. Ведь он же не скажет, ребят, ну вот, у вас слишком жирное помещение, у вас слишком все хорошо. Ну, вот уже там, мои друзья положили глаз на объекты, я уже все пообещал. Ну, 80 тысяч надо будет просто слить, он не скажет. Поэтому, поэтому начинается прикрытие. Поэтому вам говорят, значит, Бабурин у нас там, патриот, да, такой многолетний, многоопытный, один из организаторов русского марша, вот, преподаватель Миронов, который у вас там сидел за покушение на Чубайса и так далее, и так далее. И вот тем самым вы уже становитесь заложником вот этих штампов, которые вас пытаются вот забить. Поэтому, конечно, так или иначе, вам не нужна эта политика. Но вы становитесь ее мейнстримом сегодня, участвуя, я говорю, в уникальной, новейшей истории России об акции протеста. Еще одну секундочку, господа студенты, не я поднял вопрос о Нобелевской премии, но могу немножечко вас в этом вопросе поддержать. Именно в вашем факультете, именно в вашем факультете работает Василий Николаевич Родионов, физик-ядерщик с мировым уровнем, работа которого номинируется сейчас именно на Нобелевскую премию. Это бывший заведующий кафедрой фундаментальной физики Московского государственного университета. Он пришел именно в этот университет сознательно и сейчас здесь работает. И он не будет работать в Плехановском университете. Он уже явно заявил свою позицию. Спасибо. А я сейчас бы хотел передать слово одной из звезд нашего протеста председателю студсовета Алине. Ну что, дорогие друзья, всем привет! Как настроение? Настроение «ы» или «у» Ну вот там настроение «у». Я вас всех приветствую. Вы знаете, я не буду вас... Ну, наверное, все, что было сказано, оно уже сказано было много раз. Я хочу сказать одно. Я благодарю всех тех ребят, кто нашел силы собраться сегодня в этом зале. Я бы хотела поблагодарить все филиалы, которые поддерживали ребят, которые пишут и сообщения и ВКонтакте, и поддерживают ребят. И по телефонам огромное спасибо филиалам. Я сегодня знаю, что к нам присоединился Дмитровский, да, филиал? Дмитров. Скажите, как у вас настроение? Как настрой? Огонь! А можно вот то, что ты сказал, чтобы все слышали? Как настроение? Огонь! Все здорово! Вот у Дмитрова настроение огонь! Я знаю, что еще Тула, да, нас приехала поддержать. Вот Тула! Давайте тоже поаплодируем ребятам. Нашли время и добрались до нас, чтобы выразить свои слова, в том числе и вам, ребятам. Я бы хотела сейчас передать слово человеку, который не первый раз на этой сцене и который, я думаю, своим выступлением и теплом зарядит зал и та обстановка, которая царила здесь, обстановка семейственности и действительно семьи РГТУ, это вас поддержит и зарядит. Итак, на нашей сцене Таглан, Шахбатов, Московский государственный университет культуры и искусства. Аплодисменты! Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый вечер! Прежде чем начать выступление, я хочу пару слов сказать поддержки. Когда я услышал все это, конечно, мне неприятно стало. Я себя чужим не считаю. Я считаю, что я тоже один из вас. Мне хотелось бы предоставить слово ребятам из инициативной группы студентов РГГУ и МГУ. Ребят, вам слово. Добрый вечер, товарищи и друзья. Я, конечно, говорю не от лица всего МГУ и не от лица всех студентов МГУ, наверное, не от лица всех студентов РГГУ, но мы говорим от лица тех, кто вас поддерживает, кто верит в вашу победу, кто считает, что ваша борьба за свой вуз и, если говорить шире, за качественное и бесплатное доступное образование и против тех реформ, которые сейчас происходят, очень важна. Она объединяет нас всех и я хотел бы вас поприветствовать, пожелать вам удачи и стойкости. Держитесь до конца. Мы написали обращение к студентам РГГУ, оно есть в группе вашей ВКонтакте. Я очень коротко резюмирую его смысл. Ребята, нужно задать себе вопрос, почему Министерство образования оказалось столь не готово пойти на, казалось бы, довольно умеренные требования пересмотреть результаты мониторинга. Этот вопрос очень важный. На мой взгляд, ответ на него такой. Министерство боится сейчас цепной реакции, потому что в ноябре например студенты Тамбовского технического университета они также протестовали против реорганизации своего вуза, потому что их также начали реорганизовывать, не узнав их мнение, не спросив хотят они этого или нет. И им удалось отстоять честь и достоинство своего университета. Они добились, они вышли на массы акций протеста, они их поддержали обычные Тамбовчане, им удалось добиться. Ливанов к ним приехал и сказал, что реорганизации не будет, потому что реорганизация проводится только с согласием студентов. Так вопрос, чем студенты РГТУ я думаю это правильно, потому что провокатором здесь не место, правильно? Вот, им удалось отбить свой университет, министр туда приехал и сказал, что только реорганизуем согласие студентов, потому что мы должны учить это мнение студентов. Вопрос, чем хуже учащиеся студенты и преподаватели РГТУ? Почему ваш ВУЗ, также не спросив вашего мнения, должны реорганизовывать? Так вот, министр Ливанов, протесты заставили министра Ливанова отменить тот приказ. Сейчас он не хочет это делать, потому что он понимает, что если он отменит приказ о реорганизации РГТУ, то вы будете не последним ВУЗом, за вами потянутся другие студенты. и точно так, я думаю, должны все это понимать мы вместе. И поэтому, ребята, я думаю, то, что может помочь сейчас вам перевести противостояние на новый уровень, это поддержка учащихся и преподавателей в других университетах, не только Москвы, но по всей России, потому что на самом деле сейчас эта компания вышла на уровень всей России. И для этого вам нужно объявить компанию солидарности, вам нужно сейчас ставки очень высокие, речь идет не только о будущем одного отдельного взятого РГТУ. Проблема касается всех, речь идет и о системе мониторинга ВУЗа в целом, о том, как они должны финансироваться шире, о реформе образования. И поэтому ребята и преподаватели в других ВУЗах, когда они услышат ваш призыв, они захотят спросить, а для чего нам вас поддерживать, РГТУ? Вы должны им ответить, и мы все должны постоянно говорить об этом, что мы боремся не только за будущее РГТУ или какого-то другого ВУЗа, но для того, чтобы бороться всем вместе, мы говорим о том, что мы не хотим вообще всей этой реорганизации, мы не хотим вообще всей этой реформы, направленной на самом деле на коммерциализацию, на приватизацию нашего государственного российского образования. И теперь, что для этого нужно практически сделать? Вы должны написать обращение, принять его демократично, коллективно, от лица всех студентов и преподавателей РГТУ с призывом к другим ВУЗам, писать вам письма поддержки, организовать акции в вашу поддержку, какие-то, может быть, флешмобы, какие-то красивые акции протеста. Вам нужно создать ящик, куда все могли бы присылать свои письма солидарности. Я думаю, идея провести какой-то митинг, по крайней мере, московского масштаба, потому что, вы знаете, в Москве есть много ВУЗов, которые находятся в таком же сейчас состоянии. В частности, Ваня скажет об РГГУ. можно провести какой-то большой митинг, не политический, законный митинг, где студенты и преподаватели ВУЗов московских заявят, что они против этой организации в целом и против этой реформы в целом и объединят свои усилия. Я думаю, другие ВУЗы, если вы к ним обратитесь, могут вам очень сильно помочь, потому что проблема действительно касается не только РГТУ, но в целом это общероссийская проблема. Здравствуйте, дорогие друзья. Для начала я бы хотел присоединиться к словам Миши и высказать слова солидарности с вами от лица инициативной группы РГГУ. Я думаю, многие из вас слышали, что у нас происходят некие подобные вопросы и проблемы. Постоянно появляются слухи, как будто нас собирают сливать и реорганизовывать, при этом выкидывая часть студентов на помойку, некоторые кафедры буквально сокращая, переводя с бюджета на контракт и прочее, прочее, прочее. Я обращаюсь вот сейчас от лица студентов. Ребята, вы сейчас, у вас есть уникальный шанс выступить как первый такой камень, на котором министерство образования может обломаться. не свертывать борьбу, а продолжать ее. Такие же проблемы действительно в множестве вузов. И многие вузы сейчас очень поддержат. Это очень важно запустить кампанию солидарности, потому что один вуз, они могут еще заставить замолчать, но если по всей России поднимутся множество вузов, которые министерство образования вдруг внезапно с перепоя посчитало неэффективными, только тогда нам удастся отстоять наше право на бесплатное общедоступное образование. Только тогда нам удастся противостоять тому, что нам навязывает Ливанов его министерство. Спасибо большое. У меня есть еще одно предложение. На самом деле нужно не замыкаться и достаточно широко сказать пусть студенты если студенты реорганизуемых вузов допустим в Москве вот у нас есть Мархи у нас есть РГСУ РГГУ где такие проблемы если им не дают высказываться у себя в университетах их затыкают так давайте пригласим их сюда пусть они придут и выскажутся о своих проблемах здесь 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 СМИ будет понятно что то есть я предлагаю просто ну не свободный микрофон здесь объявить но объявить что мы ждем здесь и мы хотим видеть здесь студентов у которых те же проблемы хотим слышать их поддержку вот спасибо ну следующую песню посвящаю всем девчатам РГТУ я думаю что вы все закончите этот вуз успешно и получите именно этот диплом и всем девчатам дарю эту песню называется накапали слезы и хочу чтобы у вас всегда были слезы только слезы радости аплодисменты субтитры Дорогие мои! Потому что они сегодня говорили и в кулуарах, и здесь со сцены, они начинают понимать, что речь идет не просто об их жизнях, об жизни завтрашнего дня, об их будущем, речь идет об их выживании. Причем выживании не только их альмаматор, их родного российского государственного торгово-экономического университета. Речь идет о выживании вообще российского образования, российского просвещения, над которым, по мнению многих, которые сегодня здесь присутствовали, с которыми мы разговаривали, занесен не меч, а просто кровавый топор реформ и преобразований. Вот такой же топор уже был занесен и уже был опущен над нашей промышленностью, над нашим здравоохранением, над нашей медициной. В конце концов, совсем недавно этот топор, судя по всему, опустился над нашими вооруженными силами, над нашей армией, которую тоже своеобразно реформировали. Теперь очередь пришла за образованием, а будем говорить, может быть, чуть-чуть пафоснее, за просвещением. Не нужен просвещенный народ, не нужна просвещенная молодежь. Эти ребята останутся здесь, эту ночь, может быть, следующую ночь. Судя по тому, что они сегодня говорили, к ним готовы присоединиться многие, такие же, как они, студенты вузов Российской Федерации, которые почему-то были признаны ненужными, неугодными. И это, скорее всего, это будет новый какой-то этап, новый акт политического противостояния, в котором будет участвовать уже молодежь в завтрашний день нашей страны, нашей России. Попробуем их поддержать, кто как может, добрым словом, сочувствием, соучастием, но лучше всего соучастием. С вами был Нейромер, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok